Всем доброе утро! Сегодня у меня для персонала... Ну, персонала сегодня совсем мало у меня, поэтому у меня будут маульташи. Но маульташи это типа вареники, только не с картошкой, а с мясом. Сверху мы... Вернее, сверху я накидал хлебца, обжаренные в сливочном масле. Это очень вкусно, в принципе. Если сделано по-нормальному. И остался немного у меня спаржа. Спаржа будет. Взбил я голландский соус. Для турецких товарищей у меня будет рис и немного овощей. Ну, так, в принципе, все. Всех зовем Эссен! Всем добрый день! Для персонала у меня сегодня маульташи наполненные свиным фаршем. Типа большие пельмени. Вегетарианские тортеллини наполненные помидорами и сыром. Рис, салат-латук с огурцом, морковью, помидором и с йогуртовым соусом. Лосось, припущенный в курт-бульоне, отдельно и добавленный в томатный соус. Это будет ясо у меня с рисом для моих турецких товарищей. Ну и просто томатный соус без ничего. Это подойдет ко всему, что мы имеем. Ну, будем звать. У меня что-то движение слабенькое. Эссен! Так, ну вот еще с барского плеча творожный пирог. Куда его пристроить, места нет. Всем доброе утро! Пытка мао-льташами. Ну, это которые вареники, но которые с мясом продолжаются дальше. Как я сказал, но я стараюсь немного разнообразить. Сами видите, что делаю в таком соусе, в таком соусе. Сегодня они будут запечены. В принципе, очень хороший вариант. Сегодня персоналу довольно достаточно много. И поэтому те, кто еще последующие два дня, прошедшие два дня не ел, тот сегодня поест. Так, рыба у нас камбала или камбала. Она запечена в духовке при высокой температуре, чтобы образовалась корочка. Так, к рыбе сегодня у меня картофельный салат. Ну, это типа как оливье, только без зеленого горошка, без колбасы. Свежий салат из огурцов в дрессинге. Дрессинг они взяли, да, они взяли дрессинг а-ля Серж. То есть тот, который я делал. Ну, и остатки маленькие от турецкого специалитета лахмаджун. Вот такие лепешки, немного фарша, и они запекаются. Ну, я еще борзанул и сверху бросил немного сыра, чтобы не расслаблялись. Что, пора звать? Пора звать? Я хочу звать, или звать не буду, потому что нету вилок. А где наш турецкий высокоподданный? Сын турецкого посла, где он? Или его послали? Эсет! Всем добрый день! Сегодня для персонала у меня котофель, говядина, фальшивая вырезка. Под соусом с добавлением, с большим добавлением лука. Савойская капуста а-ля крем. Судак речной. На коже поджаренный. Да, на аркадаш. Он, как всегда, здесь. Что это? Да, это зимой воли. Зимой воли. Фальшивый филе. Это не флеш. Да, флешивый. Ну, он не знает, он турок, он не знает, что это такое. Он говорит, это не мясо. Я говорю, нет, это мясо. Решивый флеш? Да, конечно, решивый флеш. Альтар. Или еще я отрапаю флешки гейбен от вас, не два маль. Зоя гиджонс. И хороший продукт. В Нью-Йорке наполнены рикоттой со шпинатом. Так, ну немного то, что осталось от фокаччи, то, что мы делаем, намазываем, промазываем, яйца накладываем. И так далее, и так далее. Ну и остались булочки от бургеров. Вот это мы все и сегодня будем есть. Яльчин уже здесь, он второй человек на фирме, после меня. Не, у нас это, он посуду нам моет, без него. Честно говоря, и не туда, и не сюда. Свою работу делает отлично, поэтому для него стараюсь пожарить рыбу. К концу я с ним, Янатюльич. Он у нас халяльский парень. Он ничего такого не ест. Я фрич в Амгестан. Свою работу? Я, конечно. Здесь туда стоишь? Потому что у меня это чистое, свежее со вчерашнего дня. Так, ну я тоже по... Такие уж острые, потому что я знаю, что всех острые не любят. Я так сделал, чтобы было пикантно слегка, чтобы он мог что-то поесть. Но кто не хочет куриные крылышки, есть это маленькие филешки тоже от курицы. Далее это критараки, греческие макарошки или резолини, как еще называют. Шпецли. Ну, шпецли это конвенец-продукт. Кстати, если вы хотите приготовить шпецли, у меня есть на канале прекрасный рецепт. И то, что продается в магазине, и то, что вы делаете сами, это большая-большая разница. Ваши дети будут благодарны, если вы для них это сделаете. Далее идет у меня овощное баланьезо. Здесь у меня турецкий горох, морковь, сельдерей, паприка и томатный соус. Далее соус томатно-сливочный или сливочно-томатный, как хотите. Такое, знаете, небольшое разнообразие для персонала. Я поленился, не стал уже готовить, неохота мне какой-то соус еще отдельно делать. Для вегетарианцев у меня картофельный гракин с добавлением брокколи. Рыба судак. Вчера мой коллега пожаловался французский, что говорит, а где, говорит, масло. Ну, сегодня я сделал с маслом, чтобы было у него. Любят они, французы, по маслу приколоться. Ну, и салат греческий, типа греческий. Да не типа, в принципе, и греческий. Единственное, что помидор не хватает, а так все в нем есть. Ну, все, можно звать всех кушать. Эссет! Продолжение следует... Продолжение следует...